Ой, да тут еще и пешеходы гуляют, ну побалдеть, не знаю, я как-то в этом сомневаюсь, что так можно, но так ходят, еще и ребенок идет по краю, наверное, надеются на ярко-красную кепку. Может, просто побоялись ехать? Папа внизу подождет? Наверное, кого-то юзило, кто-то, может, на скорости ехал или прицеп какой-нибудь так кидал. Не знаю, почему такие следы страшные. О, там, кажется, что что-то стоят, по-моему. Кто-то с кем-то встретился или сломался. Это не парнишку с мамой ждут? Так, он карман тут. Ай, занял, мы теперь поместимся. А, он пропускает, смотри. Он там по рации с кем-то свяживается и говорит, поехал. Да, специально, наверное, привезли сюда, пригнали после того, как стояли. Там, наверное, автоматик, заблокировали. Они, наверное, только автодома больших держат. Встречка будет? Легковушек, наверное, пропускают, а автодома держат. Сейчас увидим. Ой, там ниже вон штал. Автодома стоят. Ну, что-то там не видать никого, кто бы махал. Как уши закладывает. О, тут еще один спортсмен. Ну, ему что? Он и с автодомом поместится. И с легковушкой. Ох, какой мостик мы будем проезжать. Какая красота. Мостик. А под нами будет сейчас протекать водопад. Вот этот водопад. Вот этот водопад. Там не было никого. Они просто стояли сами по себе. Может быть, где-то еще ниже или еще, не знаю. Тех, наверное, надо пропустить. Они не поместятся. Больше не надо ближе. Стой так. А то мы, кого будем пропускать, сами скатимся. Примерно как и у него впереди. Прицеп и автодом. Вот они, по-моему, там и стояли на той снизу. В том кармашке. Так, красненький последний. Поехали. А то еще кто-нибудь подъедет. Быстро проскакиваем. Так, Бусик, жди, жди, жди. Молодец. Ой, аж голова кружится. Какой поворот. Что-то он жмется, а там тоже никто. Пропустить надо. Какая еще впереди дорога. О, у кого-то там такие восьмерки. У кармана. Наверное, кто-то хотел проскочить. А тут лыжник. И еще один. Отстаешь, отстаешь, нагоняй пирам. Ох, какой водопад. Красивый. И мостик через него. Ой, ее здесь не найдешь. Она такая мелкая, где-то наверху осталась. Вообще не видно. Нашу террасу. Даже камера сопротивляется. Не разворачивается на таких разворотах. В натяг крутит головой. Притяжение ее давит. Так, хумер. Разъехались. Здесь тоже мы по мостику, оказывается, проезжали. Ура! Мы спустились без проблем и без шталов. Видишь, кто-то восьмерки какие рисовал. Вот и проехали мы серпантин. И выехали вот на такую вот деревушечку. Вон какой тролль сидит на доме с мороженым. И трехглавый. Да еще и трехглавый. И на мотоцикле. И каких только нет. Видимо, на этом сказка с троллями закончилась. Что интересно, здесь много вот таких хороших, причем, домиков. Не то, что там сарайка какая-то. А смотрите, какой хороший дом. И заросший сверху травой с камнями. Наверное, специально как-то это так устраивают. Красота. Тепло, наверное. Крышу чистить не надо со временем. Так, глядишь, корень вылез в зале где-нибудь с потолка. Подъезжаем мы к новому кемпингу. Нашли мы новый кемпинг, где хотим остановиться. Сейчас узнаем всю информацию. И решим, останемся мы здесь или нет. Выглядит вроде интересно. По крайней мере, по карте выглядело интересно, как полуостров. Мы вот часто проезжая, видим, как вот так припаркованы вплотную к домику прицеп. И вот все думаем, для чего так вплотную подъезжать. Что они с ними делают? Они что, их паркуют как вторую комнату? И как вообще это возможно? Подъехать настолько плотно, чтобы прям без щелей, так, чтобы не поцарапать и не повредить автодом. Ну и домик, конечно, тоже. Может, кто-то знает? Мы будем вам очень признательны, если вы нас просветите. Ну вот, мы приехали на новый кемпинг. Это вот начало одной стороны. И вот тут он уже заканчивается, вот за теми домиками. В конце вот там домик один. Кемпинг небольшой, совсем-таки, можно сказать, даже маленький. Там, правда, свыше еще ряд стоит. Вот это вот здесь деревянное красноватое здание. Это здание, как бы информационка там. Там же туалеты, души, матеральные машины, кухня. В общем, если кто-то приехал на машине с палатками, допустим, у кого нет кухни, может, там полностью оборудована кухня с плитой, с кофем, машиной, с духовкой. В общем, может себе сварить, спечь. Вот здесь же души, души. В общем, кухня, если чем-то хотите пользоваться, это стоит 20 крон. Грубо говоря, это 2 евро. Вот. Электричество 3 евро, а сам кемпинг стоит 12 евро, то есть 120 крон. Вот здесь также находятся такие вот оборудованные столы вместе с раковинами, с водой, с ножами. Вот как раз Оливер показывает, сейчас только что приплыл рыболов и здесь разделывал рыбу. Голову повешал здесь. Рыба была большая, они ее тут же разделывают, все моют и забирают готовое филе. Здесь же можно метывать лодки. Вот такая вот лодочка стоит 450 крон на день. То есть это 45 евро на целый день. Мы, в общем-то, как бы планируем завтра взять, но еще не решились. Пока смотрим. Сегодня мы устали и, в общем-то, ничего уже не хотим. На рецепшене никого нет. В общем, мы приехали, встали. Сказали, она должна подойти позже. А вся информация висит там, на рецепшене. Здесь же вот отдыхают с палатками. В общем, кемпинг нам очень понравился. Очень тихо, все так спокойно. В общем, красота. В отличие от того, где мы только что были, это небо и земля. И цена, конечно, тоже совсем другая. Сейчас наши мужчины собираются на рыбалку, так как здесь прям совсем рядышком все. Хорошие глубины для рыбалки с мостиков. В общем, пойдем порыбачим. Да, я рассказала, что здесь рыбу разделывают. Нет, я вот не знаю на камеру, это хорошо будет такое показывать. Она тебя за ногу укусит. Представляете, какие зубы. А зубы-то не видно. Темно. Жуть. Просто жуть. Это полуакулы. Можно сказать, или маленькая акула. Вот на таких полуостровках стоят столики. Вот если вы видите, там ребята сидят. Специально деревянный столик со скамейками с двух сторон. Если ты хочешь, можешь прийти, там просто посидеть. Пикничок сделать, как вот они сидят на данный момент. Приятно, хорошо, красиво. Вода какая чистая. Все камешки, все водоросли, все на глазах, все видно, все наяву так. Классно. Смотрите, сколько много мальков-то всяких меленьких. Куча. Вот. Стаи. Стаи. Вот здесь можно хорошо с этим. Смотрите, сколько здесь маленьких мальков всяких. Я принесу... Стайки прям. Да зачем? Что ты с ними будешь делать? Ой, они повсюду. Их море здесь. Куда ни повернись, со всех сторон плавают стаи. Это что за такое? Это какая махая. Как я умудрилась еще. Поплывет, лечится. Вроде есть и вроде нет, да? Интересно, она выживет, нет? Если нет, то уже две умы. Выживет, наверное, в природе-то. Сейчас соленой водичкой подлечит ранку. Чувствуется. Что, лужишь? Нет. Удочка чувствуется. Рыба навряд ли. Первый раз закинула. Такого не бывает. Оливер поймал каких-то очень маленьких. А это какая-то длинная, хвостатая. Интересная, желтая. Ну-ка, еще раз. Ну, это, наверное, маленькая скумбрия. Я так думаю, или нет? Похожая. Я думаю, вот та вот. Третья. А, третья. А ну-ка, вот эту еще раз вытащи большую. Какая-то комешная. Такая моська у нее длинная, вытянутая. Комешный хвост. Как будто весло. Что это за рыбка, интересно? Это он поймал все с очком с берега. Сейчас поразглядываем, поснимаем и назад. Она как-то отдрыгается. Дрыгается. Без воды, конечно, задрыгаешься. Вот это, наверное, точно скумбрия или селедка. Это, да, скумбрия. Бросай в воду, а то без воды долго не сможет. Покидаем мы этот кемпинг. Это был кемпинг, а не парплац. Слива, правда, здесь для серой воды и кассета нет. Хотя можно сливать в туалет вроде бы, в туалетную кассету. Но слива для серой воды нет. Место хорошее, неплохое. Очень тихо, спокойно, красиво все. Хотела сказать за вот эти лодки, которые я вчера упоминала. Они сдаются на день 45 евро. 450 крон по курсу. Да, ну примерно это так выходит. Вот. Но лодки 40 PS. И от 25 PS здесь нужны права на лодку. Так что мы не стали брать ее. Так как у нас прав нет на лодку пока. Порыбачили мы с берега. Поймали двух рыб хороших. Сделали вчера уху, сварили. Свеженькую похлебали. И, в общем-то, сегодня мы выдвинулись дальше. На этом месте мы все проверили, посмотрели. Отдохнули хорошо, в тишине и покое. И едем дальше. Сейчас мы тут нашли один рыбацкий магазин и едем туда. Так как у нас было три снасти с рыбачить с берега, кидать, две из них мы уже потеряли. Вчера вторая была, зацепилась за камни где-то и мы ее потеряли. Осталась только одна у нас. В плане мы еще хотим сегодня остановиться, порыбачить. Поэтому мы сейчас заедем в рыболовный магазин, попробуем купить то, что нам нужно и хотим вечером еще продолжить рыбалку нашу. Хочу показать вам наш полевой букет. Сегодня уже третий день, а он стоит как свежий. Даже-даже не повял. Вот что значит горные цветы. Красота. Кстати, сегодня утром шел легкий дождик. Ну так сбрызнул рано-рано утром. А ближе уже к восьми все прояснилось. Вылезло солнышко. Сейчас оно то выходит, то заходит. А на улице 20 градусов. Настолько тепло, настолько приятная погода. Немножко ветерок, правда, дует, но такой теплый. Прям вообще красота. Кстати, я вам не сказала, что до рыбалки, после магазина, мы сначала хотим посмотреть Атлантическую дорогу. Проехать, посмотреть, что это и как, какие виды. Ребят, вот мы едем с Денисом сейчас, смотрим вот на эти отдельно стоящие домики на опушках и ведем разговор. Хорошо это или плохо вот так вот жить? С одной стороны, нам очень нравится, что вот тихо, друг от друга так далеко, столько пустого места, пространства. Вот эти вот леса, поля пустые, как бы все так красиво, рыбалка. В общем, нам это очень нравится. Мы бы хотели свою старость так провести. А с другой стороны, я говорю, вот здесь живут они вот так. Вот у кого детки, школа, вырастают в институт пойти или отучиться на кого-то. Как вот это вот все? Вот может быть кто-то живущий здесь местный нас, если увидит, наше видео. Может быть вы нам напишите, как вообще вот это вот все. Или это просто летние домики. Или вот детские школы. Как вот с этих отдельно стоящих домиков дети, допустим, добираются в школу. Это надо, если собирает автобус, то это нужно время, наверное, час, пока всех собрать, пока доехать до школы, если она где-то находится. В общем, очень интересно узнать, как вообще вот люди здесь живут. Потому что мы вот едем, и на протяжении всей Норвегии раскиданы вот такие домики. Ну, не считая городов, да, там. Ну, вот тут же люди живут тоже. Хотя детей не видно в таких поселениях. Ну да, хотя мы детей особо не видели. Да мы и людей, если честно, мало видим. Там как-то домики, все домики. Вот машины вроде стоят. Ну, вот здесь женщина, например, возле домика. Не сказать, что вы пожилая. В общем, если кто-то нас увидит, и вам это будет интересно и нетрудно, то вы нам напишите, пожалуйста, расскажите нам. Мы будем вам очень признательны. Вот мы и доехали опять до очередного парома. Ну, в общем, мы не попали. Первый раз прям перед носом нам сказали стоп. Хотя мы не ждали сразу приезжать. Да, нам мы подъехали, и уже как раз погрузка началась. И, в общем-то, мы не успели. Следующий паром в 25 минут. А сейчас в 10. Ну, через 15 минут, в общем-то, не очень долго ждать. Но придется. Вот и подходит наш паром. Мы думали, придется ждать 15 минут. Оказывается, 7 минут прошло. Он уже подплывает. Наверное, 15 минут это до отправки его со всей выгрузкой и погрузкой. В общем-то, как раз так и получается. Они, наверное, два здесь ходят. Так один туда, а другой обратно. Да, наверное, так. Как он заплывает с правой стороны у него прям. Так идет тесно-тесно-тесно к этим ржавым столбикам. Профи. Да, видимо, работает профи. Тефай. Водителю не положено ездить непристегнутому даже на пароме. А мне хоть бы что. Парень нас читает. А потом счет пришлет. И еще заезжаем. Зажглись вот такие лампы. Инфрарод какие-то. Наверное, греют что ли? Или дезинфицируют? Кстати, вот рядом с нами стоит скорая помощь. И внутри находится пациент. Ее загнали прям сразу на первую линию. Наверное, они едут вот в больницу. Я так понял. Туда зашел капитан в эту скорую помощь. Ну, или офицер. Я не знаю, кто позвонил. Разговаривая сейчас с пациентом там. Поэтому, наверное, капитан и вышел. Они, наверное, позвонили. Он уже их ждал. Может быть, вот он и ту раю и оставили свободу. Вот смотрите, сейчас машины расставлены налево и направо. При въезде на паром капитан стоял на краю, как он называется, на краю парома. И мы думали на въезде, что он вышел просто так посмотреть. А, наверное, сейчас стали понимать, что, наверное, был просто звонок от скорой помощи. И потому что машины все расставили по краям и освободили промежуток посередки для скорой помощи. Сейчас они стоят на первом месте. Скорее всего, выезд будет тоже у них первым. Так как у них там, похоже, пациент лежит. Капитан сейчас зашел к ним в бусик в эту скорую помощь. Там посидел. Видать, они пообщались. И теперь вышел, ушел. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Видимо, если срочно нужно в больницу куда-то, то придется все равно паромам ехать, переправляться. Видимо, они связываются. И как-то все это устраивается. А мы только что ехали, когда я вам показывала вот эти отдельные домики. И разговаривали. А если вдруг в больницу приспичит, срочно что-то схватит. Где больница, насколько далеко и как добираться до нее. Жить на отшибе, это, конечно, классно. Но если вдруг приспичит к врачу или еще что-то, вот срочно прижмет. Как в этой ситуации быть, что ты на отшибе? Все здесь организовано. Конечно, я так думаю, здесь это все налажено, судя по тому, как вот это сейчас все прошло. Но, тем не менее, если столько времени у тебя... Водитель постоянно скорой помощи переговаривается сзади с врачами, видать. И вот мы начинаем причаливать. И водитель скорой помощи, не глуша мотор всю дорогу, уже готов ехать. Я так полагаю, первая скорая помощь. Затем легковые машины. Ну, а после уже автодома. Сейчас увидим. Итак, первая поехала скорая помощь. Затем мы... Я немного ошиблась. Все-таки автодом поехал первым. Загорелись сирены, сигнализации. Как они называются? Мигалки. Зажглись мигалки. И все, скорая помощь несется на помощь. Какой мост. В большей степени мы все ездили по туннелям, туннелям, туннелям. Так как поехали другой дорогой. Ну, а теперь иногда встречаются вот такие красивые мосты. Похоже, он разводной, что ли? Нет. Нет? Нет. Сроки сделаются. А что за штыри и зубастые были? Соединяли две стороны? Потому что он двигается. Потому что нет. Мосты нет. Вот так. Этого я не знала. Что оказывается, он двигается, чтобы не оторваться. Век живи и век учись. И здесь тоже такие же зубы. Чтобы двигался в начале и в конце. Я этого не знала. Это что-то новенькое. Дорога такая ровненькая, ровненькая, такая гладенькая, гладенькая. Идешь так мягко. Но от дорог просто в восторге. Едешь и не устаешь. Если не брать во внимание узкую и серпантинистую дорогу. Оф. Нас впереди ожидает туннель. И по этому туннелю мы сейчас будем проходить под водой. И 9% спуск. Представляете? Под этим проливом. Мы поедем в туннель и на ту сторону. Сейчас наш умка будет реветь опять. Как же я рада видеть выход из туннеля. Особенно, когда он... Туннель. Да, этому свету в конце туннеля очень радостно. Особенно, когда ты знаешь, что над тобой... Я даже не знаю, сколько литров воды. Тысячи или миллионы. А ты глубоко под землей или под водой. Это что-то. В общем, мы немножко отклонились. От нашего поворота направо мы поехали в сторону налево. Так как хотим заехать в рыболовный магазин. Проехав очень много километров по Норвегии, мы впервые, въехав, видимо, в большой город, попали в пробку. Она, правда, небольшая, и мы медленно движемся. Но, тем не менее, это впервые за вторую уже неделю. Но вот здесь, наверное, уже многоэтажки стоят. Здесь, наверное, уже и школы, и больницы. Все есть в городе. Тесно, все заселено. Вернулись мы сейчас с рыболовного магазина. Вот так вот он называется. Ягтя или что-то вроде того. Купили вот такие снасти. Эти вот по 39, две отдельные. Это было 169 из 3 по 30 грамм. И 79. Три таких вот по 6. Не поняла, что там 6. Ну, в общем, я в этом не сильно... В общем, для кальмара, не кальмара. Ну, в общем, для знатоков, я думаю, все понятно будет сразу. Для таких, как мы, это так, для любителей. Теперь мы едем на Атлантическую дорогу. Ну, а потом на фьорд. Будем проверять наши снасти. Подъезжаем к какому-то большому порту. Какие здесь стоят всякие яхты. От маленькой до большой. Здесь же отходит и паром. Вот мы и подъезжаем к нашей Атлантической дороге. И сейчас мы, судя по карте, должны с острова на остров перебираться вот такими мостами. Сейчас посмотрим, как это будет все выглядеть. Наверное, красиво. Стоят на островках маячки. С двух сторон вода. Купаются, загорают со всех сторон. Может, и мы сейчас искупаемся в Северном море. Специально, похоже, выложены такие вот пятачки. Или это, может быть, острова были. Просто их оборудовали для того, чтобы можно было легко остановиться на стоянке. О, какой мост впереди у нас. Кверху поднятый, с завитушкой, под наклоном. Это что-то нечто. А вот там уже Северно-Ледовитый океан. Рыбаки рыбачат прям с мостика. Пластик стильный. О, какой мост с флажком. Здесь центр, видимо, этой дороги. Мост уходит прямо в небеса, в облака. А вот то, что мы видим с этой высоты. И вот он, Северно-Ледовитый океан. Никогда не думала, что здесь окажусь. На самом верху. Хотя это не самый верх. Больше западной части. Здесь вот такая вот парковочка. Мы его сейчас проедем до конца, эту дорогу. Ну, а потом развернемся и приедем здесь. Припаркуемся и погуляем. Вот мы подъехали здесь развернуться. И я снова вижу вот этот домик с крышей такой. Ну, до чего интересно выглядит. Крыша и вся в цветах, вся в кустиках. У некоторых даже небольшие деревца растут. Прикольные мосты, уходящие в небо, в облака. Столько островов. Со всех сторон. Вода и острова. Рыбаки рыбачат. Мы остановились на парковку вот перед этим мостом. И хотим обойти на ту сторону острова и посмотреть, что там. Я так понимаю, здесь должен быть или должна быть какая-то площадка, с которой можно смотреть прямо на северные скамеечки. Можно посидеть, полюбоваться. Берег такая вода чистая, с камешками. И скупаться можно при желании. Погода очень даже позволяет. Очень тепло, хорошо, тихо так. Смотрите, какое перило. Можно обойти и подойти прямо к воде. А вот чуть дальше мы прошли. Здесь тоже опущенные перила. И можно потихонечку подойти, спуститься прямо к воде. Ох, как здесь свежо. Спускаешься вниз. Здесь наверху так жарко. О, Альвин, смотри. Какие красивые. Не знаю. Я бы сказала, похоже на бруснику, но под сомнением. Ну да. А вот тот самый мост, по которому мы с вами проезжали недавно. Ну и сейчас назад еще поедем. Смотри, какие плосканы. Какие интересные камни. Как будто их взяли и в клеточку кто-то порезал от скуки. Как обычно мы это делаем. Вот и побывали мы на Ледовитом океане. О, а здесь смотри, какие полосатые камни. Чёрный камень с коричневым разводом, да? А здесь с белым разводом. Такие островки прикольные. Один на одном, один на одном. Камни интересные. Можно прямо, он Альвин взял, и они прям вытаскиваются, отрезанные. Как просто стоят друг с другом. У них везде вот эти вот красные цветочки растут, повсюду. Какие тучи и солнышко. Мост уходящий в облака. С большим смайликом на дороге. Это, наверное, та же группа, которая там на перевале. Смайликов рисовали. Наверное. Какая птица летит рядом. Вон там, по-моему, в облаке. Какой отсюда вид. А там на горизонте солнышко блестит. Вот. Вот такая она хорошая. Как я говорила, от моря мы поехали в другое место. Мы хотели на Фёрд приехать порыбачить. Денис выбрал за 100 километров кемпинг, но мы до него не доехали. Мы по над дорогой увидели вот такое вот место здесь замечательное. Здесь вот припарковали нашего Умку. Ему здесь, видимо, неплохо. Ну и, в общем-то, нам понравился берег и вот такой вот островок. Здесь стоит столик. Сейчас мы сготовим ужин. На ужин я готовлю домашнюю пиццу на сковородке. Так как духовки у нас с собой нет, но дети захотели пиццу. Поэтому пока сейчас две пиццы я поставила жариться, я пойду проверю, как у моих мужчин дела. Что, опять сетку испортили? Нет, она все на толпе. Сетку, говорю, леску. В общем, ребята первым делом пошли рыбу ловить. Пока еще солнышко светит. И вечерний клев. О, да вы тут наловили уже. Две штуки поймали с кумбрии. Хвост аж торчит с ведра. Это неплохо, учитывая, что они здесь минут, наверное, пять всего. Ну, поймали мы первую рыбу за две или три минуты. Как? Настроение есть? Да. Место подходящее? Пойдет, хорошее место. Это хорошо. Еще одну поймал. Еще одну поймал? Да, она уже купила. Так, ну теперь не упустите ее. Давайте, тащите. И мама сейчас пиццу поставит и придет. По-моему, какая-то жирная, что ли. Моя тоже была жирная. Так, я хочу повыше, я хочу видеть. Давай, я тоже ее хочу видеть. Где она? Где, где, где? Подожди, она еще далеко походила. Леску не порви. А то я ее тоже сегодня рвать сячу. Похоже, мы рыбное место нашли. Да, похоже, это рыбное. Надеюсь, от нее водоросли прилетели. Ну, что-то сильно нет. Ты можешь испытать водоросли или нет? А сайфу так вот натянутой. Если она будет легче и опять сильнее, то это рыба. Дергает, дергает. Тогда это рыба. Тогда тяни ее к берегу. Поначалу вообще тянула, устала, наверное, уже. О, плюхается. О, тоже как моя примерно выглядит. Да? Ну, по размеру. Но моя прям конкретно выпрыгнула из воды. Ты ее что, за хвост что ли поймал? Нет. Долг. Долг опять за хвост. У тебя, тебе везет. Ты все время почему-то чаще за хвост ловишь. Поэтому она, наверное, и тяжело шла. Наверное. Тащи. Как он такой? Так, класс. Все как на картинке. Видимо, она не собиралась есть, но поймалась. Я не успела отойти с камерой от Оливера, как тут же кричит Альвин, что у него рыба. Похоже, мы правда на какое-то рыбное место приехали. Ничего себе, она там, смотри. Подожди, подожди, не отпускай. Наспускай. Давай, давай, давай. О, это, по-моему, ледок. По-моему. Наматывай, 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 наматывай. А, как моя? Моя даже... Ай, ай, ай. Уплыла. Альвин, у тебя часто не уплывает. Ушла. Ну, что делать? Мелкая, конечно, но по сравнению не сплывает. Вон она, вон она. А, вон она. Тоже хорошо. Ведра сразу опускаю. Я от вас, наверное, не уйду. Не успела выключить камеру, как пришлось опять ее взять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok